Салоны красоты наконец распахнули свои двери и все те, кто так долго ждал визита к мастеру, записались на окрашивание волос. Чтобы не прогадать с выбором палитры, ловите наш обзор самых горячих трендов колористики. На первом месте прочно обосновались природная красота и натуральность. Техники балаяши, ретач, шатуш, какие-то бразильские милирования. Это те рассветления, когда темная прикорневая зона, плавно переходящая в светлые концы. Эти пряди могут быть также и у лица, также могут быть по всему полотну. Такое окрашивание смотрится очень натурально. Порадует еще и то, что такие пряди и отрастать будут вполне естественно, без резкого перехода цвета. Так что подобные окрашивания – это отличный вариант для знакомства с миром колористики. Кстати, добиться такого эффекта можно не только едкими красителями, но и вполне щадящим тонированием. Так волосы приобретут здоровый перелив и ухоженный вид. Обратим внимание на стальной блонд с голубоватым подтоном. Такое окрашивание подходит абсолютно всем, независимо от цвета кожи и цвета глаз. Рыжий цвет волос практически всегда в моде, но экспериментируют с ним гораздо реже, чем с блондом. А если не хотите становиться рыжий полностью, достаточно в свою привычную форму окрашивания добавить немного золота. Получится модный теплый эффект. Жгучих брюнеток порадует другой тренд – черные волосы с синим отливом, а также оттенки темно-коричневого и каштанового. Эти глубокие оттенки визуально делают шевелюру объемнее, добавляют роскоши и блеска. А вот поклонницам креативных окрашиваний можно смело брать пример с Билли Айлиш и других смелых звезд. Одна из последних тенденций в этом сезоне, очень актуальна, является контрастное окрашивание. Мы это можем прекрасно увидеть у актрисы Дженнифер Лопес. Мы видим вертикальные линии, белую челку, черные волосы, светлые пряди на затылке. Это очень необычно, но почему бы и нет. Деликатные цветовые блики или челка ядовитого цвета. Чтобы вы не выбрали, обновление имиджа станет глотком свежего воздуха и принесет положительные эмоции. Продолжение следует...